МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С потомственным человодом. Наш первый совет. Оглядите прилавки. Если заметили твердый сорт, то сделайте выбор в его пользу. Такой, в отличие от жидкого меда, фальсифицировать практически невозможно. Вот таким медом торговали наши предки. Наши деды, прадеды. То, что на привалок ложь и режешь ножом. Вот это они. Потом, значит, обязательно, желательно у меда должна быть различная его консенсация. То есть разная зернистость, понимаете? То есть, если вы видите перед собой 2-3 меда, то зернышки должны быть. А вот здесь, внимание, уважаемые покупатели, зернистость меда не служит сигналом о наличии сахара в нем. Ничего подобного. Зернистость дают определенные нектары. Тот же самый малина дикая, она дает крупную зернистость. Если у нас, значит, в районе пасеки есть малина, то есть нектар несут, получается зернистость. Василек шероховатый, кепрей. Василек шероховатый, татарник по-нашему, тоже дает зернистость более меленькую такую. Если же вам по вкусу жидкие сорта меда, то обратите внимание, как он стекает с ложки. Если струйка ровная, не прерывается, то хорошо. Но это не стопроцентный способ. Сейчас мы проверим купленный нами искусственный мед несколькими народными способами. Для показательности результата Андрей взял натуральный продукт. У меня есть первый тест с помощью йода. Очень хорошо. Для этого необходимо разбавить мед в воде, затем добавить немного йода. Любое изменение цвета, кроме пожелтения, покажет наличие примесей. С моим искусственным медом этого не произошло. Следовательно, тест к применению не годится. На наличие содержания воды предлагают взять просто салфетку бумажную, нанести мед. Если медовая сладость начала растекаться, бумага вокруг нее намокла, то это указывает на излишнее содержание в меде воды или на ненатуральность. Настоящий продукт не намочит бумагу. Вот результат очевиден. И вот так. Второй тест удался. Одобряем к применению. А вот следующий просим не повторять. По идее, лишь мой образец должен был гореть и коричневеть. А качественному меду следовало оставаться в первозданном виде. Зато в точности следующего народного метода мы не сомневаемся. Баночка майонезная взяли, сырое мясо кусочек положили и в комнатной температуре поставили. То есть через полгода оно начнет скукоживаться, но не портится. То есть оно как бы завялится, скукожится, пропитается насквозь меда и так и отстанется. Вот того же Александра Макиндонского с Индией везли в Макиндонию три летних месяца. Самая жара. То есть бочки с медом его привезли, похоронили. А в искусственном меде мясо обязательно на пятый, третий день начнет подпахивать. По-прежнему главным критерием качества меда являются проверенные пчеловоды. Покупать недешевый медовый продукт лучше у зарекомендовавших торговцев. Тогда никакие эксперименты проводить не придется. Наш это вывод.